Продолжение следует... Мы видим абсолютно другое поколение. Мы видим противостояние религии. И также мы видим следующее оружие дьявола — подделка нового движения. Он должен быть очень мудр, потому что сатана, если не может противостоять, он выпускает копию, он выпускает фейк. Мы сейчас переходим из уровня противостояния в уровень, где начинается подделка оригинала. Здесь увидит и узнает только мудрый. Потому что все поверхностные люди, они просто будут вестись... О, это то, что мы говорили. О, будьте аккуратны. Потому что подделка — это орудие уже для тех, кто реально в движении. Подделка не атакует или не противостоит религии. Подделка, она примешивается к оригиналу. Это купюра. Она пытается залезть в пачку оригинальных сотен. Она пытается выглядеть, она пытается иметь ценность настоящего. Но это не что иное, как копия. Поэтому только Бог даст мудрость тем, кто ищет мудрость. Вы знаете, я вспоминаю момент из моей жизни очень интересный. Я помню одну молитву. Дома. Когда меня еще там раздирало братство на куски. Молодой пацан, 18 лет. Полный дом людей. Баптисты, пейсятники. Движения, всякие интересные вещи. Бесы выходят, люди крещения духа с этим получают. Кто-то получает исцеление. Никто не возлагает руки. Атмосфера неба настолько сильная, что любой, даже атакующий нас, пытающийся атаковать, входил и падал на колени и заливался слезами. Я наблюдал это раз за разом. Меня это интересовало, как это происходит. Вы знаете, один раз они больше не засылали по одному. Потому что всех, кого засылало это братство по одному, они попадались. По одному было опасно приходить к нам домой. Их захватывал Бог. Они приходили разрушить, и они каялись. Они говорили, с вами Бог, мы не можем ничего делать. Это то, что мы ищем. И они признавались, кто их послал, зачем их послал. И потом они собрались вместе. Они поняли? По одному нас перестреляют. Они собрались вместе, и они вломились в наш дом. Мама помнит этот случай? Они буквально выбивали дверь. Они хватали каждого своего ребенка. Буквально доходило до того, что дети не хотели выходить из дома, где была молитва. Там рвались и одежда, и рубашки. Они просто настолько тихо, думая, что следует помазанию Бога, вырывали детей из нашего дома. Это буквально был, как будто, знаете, спецназ религиозной хрени пытался захватить наш дом. Я помню, там была мама, там была моя сестричка Леля, еще маленькая тогда была. Мне еще 40, тогда мне было 18, можете представить. И они... У них получилось. У них получилось забежать в дом, забрать все, что они могли забрать, наорать, потому что их было много. Там было минимум 3 пророка. Заказных. Ну, мы знаем, как работает религиозная пурга. И уникально, что там были пастора, там были из... пастора, которые были помощники пасторов, там были молодежный лидер. И, в общем, вся эта религиозная мафия вломилась в дом еретика, чтобы спасти детей из ада. Там были крик, там были слезы, там дети кричали, папа, мама, вы не понимаете, что это. Боль этой истории в том, что у них получилось. Они разграбили, буквально разнесли эту молитву на куски. Конечно, на следующий день молитва началась заново. Не в этом дело. Нас просто так не возьмешь. Но уникально то, что когда они ушли, забрали своих детей, наорали, прокляли нас. В глаза проклинали. Я помню, я был 18-летний зеленый мальчик, который ничего не понимал. Я понимал одно. Я отдался Богу, и не может со мной работать какая-то другая субстанция. Я абсолютно знал, что это Бог, и ничего другого я даже не признавал, потому что не может Отец накормить тебя ядом, когда ты с распростертыми руками обращаешься к Нему. Я помню тот момент, когда все это закончилось. Дед был 11-12 ночи. У них получилось толпой нас разнести. Я захожу в свой офис, в свою комнату, извиняюсь, закрываю. И здесь я встречаю присутствие Иисуса, которого я не встречал никогда. И Он говорит, я вложу в твое сердце ревность, и ты поднимешь по всему миру армию чемпионов, которые разнесут эту структуру. Если бы вы видели Иисуса, таким, как я увидел тогда, Ему настолько было больно, и не только больно, Он устал от этого религиозного маразма, если бы вы знали, как Иисус ищет, кто радикально пойдет за Него. Я столкнулся именно с этой дилеммой. Он кричал мне и говорит, сын, можешь ли быть ты тем, который оставишь все, все, я имею в виду все, и пойдешь для меня. Вот почему мы не можем набрать так много людей, потому что, чтобы быть с нами, ты должен иметь то же самое радикальное ДНК, или тебя мое ДНК будет обличать каждый день. Но эта армия поднимается от церкви. Если вы думали, что за прошлое 40 лет Папа что-то со мной сделает, приготовьтесь к следующим сорокам. Что бы они ни говорили, бла-бла-бу-гу, Я знаю, что когда ко мне пришел Иисус И то, что Он мне сказал Это будет церковь И я тебе говорю Знаешь, что я тебе говорю? Тебе лучше быть рядом со мной Я тебя просто умоляю Выпей снотворное и просто проваляйся рядом Ты будешь шокирован Что ты увидишь скоро Я так бы хотел рассказать, но нельзя Ты увидишь Придет время Он поднимает Я не знаю, как это назвать Иисус мне сказал Я сейчас воскрешаю Древний дух О, я не знаю Вот с этим откровением я хожу так долго Что я сейчас даже получил некую свободу Когда это сказал Когда я зашел в мой В мою спальню рыдая Что каких-то детей разграбили Он говорит Сын, ты не представляешь Для чего я приготовил тебя и таких, как ты Он говорит Я возрождаю древний дух Этот древний дух Он говорит Его не видели две тысячи лет Он ушел Этот дух ушел с апостолами И сейчас настает время Этим людям И эти люди У них прямо сейчас Во время того, как я говорю Древний дух В тебе активируются Эти вещи И только люди Носящие или готовые Впустить то, что он хочет Они меня сейчас поймут О, я О, я Я знаю, я знаю, о чем я говорю Это не просто так Этот древний дух Бог мой Вы даже не представляете Как дьявол его боится Это один Укладывает тысячи Сговорились двое Хана О, церковь, приготовьтесь Не бойся, малые стада На тебя Сейчас смотрят Тысячные церкви Потому что в тебе вложено что-то Что при всем их желании Они не имеют Они хотят быть здесь Но они Богом Не допущены сюда Сюда допущены Только те Которые смогут Быть в этом Рассказать тебе секрет Почему здесь многих нет Они не смогут быть здесь При всем желании Потому что Только избранные Носить Этот дух Будут здесь А ты думал У нас С ростом Проблемы Да-да Нас знает весь мир Только вот Бояться На метр десять Подходить ближе Я понимаю Вот почему Активируются Ведьмы Колдуны Прямо посреди церкви Я связываю Дух Ада Во имя Иисуса Я проклинаю Все демоническое действие В центре трансформации И я срезаю Голову всем Ведьмам И колдунам Сейчас По имя Иисуса Христа Я не знаю откуда это Это выпрыгнуло Из древнести Дух Но Такая жизнь Тебе нужно было Пережить боль Тебе нужно было Чтоб по тебе Проехалась Эта нечисть Тебе нужно было Пережить Безнадежность Ты должен был Определенное время Походить безвыходном положении Потому что Бог смотрит на тебя Сейчас Церковь Бог мой Что он готовит И поднимает В следующие этапы жизни Знаете Когда я приехал В Литву Я закрылся Там в одиночестве В своей комнате В гостинице Вы знаете Я сел на диван И через несколько часов Я встал другим человеком Во мне что-то умерло Я не знаю Как это назвать Я не знаю Как это описать Я это назвал Родил ежа Я не знаю У меня есть мой термин Для моих Определенных движений В Боге Бог знает меня Я с ним разговариваю Еще посерьезнее И почестнее Чем здесь В общем Я сел И родил ежа Я не знаю Как у кого С визуализацией Но вы понимаете О чем я говорю Вы знаете Я сел один Я встал другим И я понял Что настал новый сезон Я вас умоляю Прослушайте конференцию В Литве Потому что то что вы услышите Вы не слышите Никогда не видели Абсолютно другой уровень Абсолютно другой дух Абсолютно другое Восприятие И мы здесь поставлены Люди В которых Бог Вложил этот голос Он вложил Это ДНК Все что мне нужно Все что мне Иисус сказал И моя мама знает Об этом Он сказал Встань И ори Встань И кричи Я у Иисуса спрашивал Что мне делать И он мне говорил Все что тебе нужно делать Это просто Говорить Обо мне Он говорит Не переживай У моего поколения Которое должно Услышать тебя Я вынял Кое что И вставил В тебя Когда они Услышат Именно тебя Закончу Наверное Наверное У них будет активирована Какая вещь Потому что Это я Вложил В тебя При всей Ненависти К тебе Они не смогут Обойти Тебя Потому что Я в тебя Влагаю Кусок Меня Я наверное Уже секреты Раскрывать Начиная Которые Я не должен Раскрывать Поверьте мне Я очень много Не рассказал Того Чего Иисус Нам говорил О моя мама знает Намного больше Но она не сдаст Ничего Именно Ты не сдашь Ты не сдашь Мама не сдаст Все что я говорю Дорогие Приходит сезон Где тысячи людей Захотят укусить локоть Что не были здесь Не смогут Благодари Бога Что ты Выжил Это не та церковь Где ты приходишь Спокойно сидеть Здесь Ты Выживаешь Потому что Отбор Настолько Жестокий Что ты один знаешь Через какой ад Ты проходишь И мне тебе Не надо Рассказывать Чего тебе Стоит Этот стул Рассказывать Продолжение следует...